Ты любишь этот ковер? Серьезно, ты любишь ковер, ты любишь также, наверное, родину, любишь своего друга. Правда, любовь бывает разная. Все это любовь, но любить нужно правильно. Давайте посмотрим, как любить, кого любить, за что любить и вообще, надо ли любить. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, мы почти заканчиваем, но давайте поговорим об одной еще интересной вещи, которая называется «Любовь». Что такое любовь? Да, каждый из вас знает, что такое любовь. Я думаю, что здесь, ну что я могу нового рассказать про любовь? Каждый разбирается в любви, каждый встречал любовь, каждый переживал любовь, но что такое любовь? Может быть, все-таки есть о чем поговорить. Какая бывает любовь? Любовь к родине? Бывает. Любовь к музыке? Бывает. Любовь к танцам? Бывает. Любовь к своим родителям? Бывает. Любовь к своему супругу? Бывает. Все это я люблю? Что серьезно, вы так же любите своего мужа так же, как вы любите свою родину, если вы любите свою родину или любите своего мужа? Вы так же любите чебуреки сильно, как вы любите своего кота? Вы готовы съесть своего кота так же, так как вы любите есть чебуреки? Но это все вы используете, на это все вы используете только одно слово «любовь». Есть разница или нет разницы? Конечно, есть разница. Давайте разбираться, какая и к чему она подходит. И вообще, правильно ли нам, в принципе, использовать это слово во всем. Я люблю чебуреки, я люблю кота, я люблю своего мужа, или я люблю свою жену, или родину. Зачастую, когда мы говорим слово «любовь», по отношению к какому-то предмету, оно может вообще, в принципе, не подходить. Я люблю ковер. Вдумайтесь в эту фразу. Что значит «я люблю ковер»? Вот если вы любите человека, какие эмоции, и как вы проявляете свою любовь? Вы обнимаете, целуете, обожаете его. Теперь представьте, что вы будете целовать, любить ковер. Значит что? Вы не любите ковер, или вы не любите этого человека? Давайте попробуем поменять. Может быть, вам этот ковер нравится. Нравится. Но мне нравится этот человек тоже. Как я буду проявлять свою симпатию в человеку, который мне нравится? Я буду ему помогать, я буду ему, не знаю, там, да, в конце концов скажу ему, что ты мне нравишься, я хочу, не знаю, быть с тобой больше времени. Нравится мне ковер. Вы будете с ним разговаривать и говорить, что ты мне нравишься, я хочу с тобой больше проводить времени. Что? Что мы говорим? Нравится хорошо. Нравится, ладно, я шучу, другие мои друзья, нравится, это еще можно откинуть. Но любовь, любить ковер, любить стул, любить родину, это все разные понятия. Любовь настолько сейчас часто используется, что мы уже толком и не знаем, когда правильно его используются, а когда и не очень. Первый отличительный признак того, что вы любите кого-то, давайте сейчас все-таки говорить о людях, а не о коврах, это то, что вас этот человек волнует. У вас есть эмоция. Если он у вас, эмоции, я имею в виду, положительные, то есть вы взволнованы его присутствием, вы взволнованы тем, что он с вами разговаривает. Или знаете, когда вы идете даже навстречу с любимым человеком и хотите, может быть, с ним даже заключить какой-то союз, чтобы потом у вас была общая семья, то вы волнуетесь в этот момент. Вы еще не видите этого человека, вы не слышите этого человека, но вы знаете, что вот сегодня в 18.00 в гостинице такое-то, вы будете с ним сидеть и пить кофе, вас это уже волнует. Это значит, что уже есть какая-то хотя бы эмоциональная связь есть с этим человеком. Любите ли вы его полноценно? Ну, пока нет, но уже есть какое-то волнение. Это первый этап, это первый признак того, что есть зародыш какой-то любви. Вас не может волновать ковер, в конце концов. Он вас может просто, он у вас дома может лежать, а может не лежать. Но волновать сама история того, что у вас еще нет ковра, и вы вот-вот скоро пойдете на рынок и купите этот ковер, это вас может сильно волновать? Нет. Вас может волновать, где вы припаркуетесь, чтобы купить этот ковер, а потом положить его аккуратно. Но что у вас появится сегодня дома, наверняка нет. Вот человек, скорее да. Есть другой момент, что все-таки не всегда вы испытываете положительные эмоции по отношению к этому человеку, либо к этому предмету. Хорошо, да? Иногда вы можете использовать отрицательные эмоции. Мы верим в то, что от любви до ненависти один шаг. Я вам приведу пример. Я сейчас не говорю про ненависть, я говорю, например, про ревность. Когда вы испытываете к человеку ревность, это явно не положительная эмоция. Может быть, вашему предмету, к которому вы сейчас ревнуете, будет приятно. Опять же, это всему свое, есть какие-то свои рамки, да? То есть ревновать нужно тоже в меру. Но по большому счету ревность – это не положительная вещь. Это что-то отрицательное. Либо вы не доверяете себе, либо не доверяете ему. Неважно, мы не будем сейчас копаться в ревности, но это нехорошо. И получается, что все-таки если вы ревнуете к этому предмету, либо к этому человеку, значит, есть какие-то чувства. Значит, а ревнуете вы почему? Потому что вы считаете, что это ваше, что вы любите это. Вы не можете не ревновать, да? Потому что, ну, как бы, вам тяжело. Но это плохо. Поэтому не всегда можно сказать, что если ты любишь кого-то или что-то, то у тебя это всегда идет на плюс. Иногда это идет и на минусе тоже. Иногда это вообще может превратиться в ненависть все-таки. От любви до ненависти, да, один шаг, как я сказал до этого. Ревность, ревность, но есть и ненависть. Ты не можешь ненавидеть то, что до этого у тебя не вызывало никаких эмоций, никаких чувств. Просто нельзя начать ненавидеть человека. Если ты ненавидишь человека, то значит, либо он тебя обидел, либо действительно ты его любил, и потом он тебя обидел. Либо что-то между вами произошло, но есть какая-то причина ненависти. Беспричинная ненависть, есть такое понятие в водоизме тоже, это вообще страшная вещь, но не об этом. Причинная ненависть, она на то причину, что есть какая-то причина. есть какое-то чувство, есть какие-то эмоции по отношению к этому предмету. Но что же является основой для любви? Это заинтересованность. В тот момент, когда вы, после того, как вы заинтересовались человеком, и вы понимаете, что он вам подходит, и вам интересно с ним, то эта заинтересованность переходит в интерес, который впоследствии перерастает в любовь. То есть уже не просто так мне интересно с тобой поговорить, встретиться, меня не просто так уже волнует дома, когда я знаю, что в 6 часов вечера пойду с тобой на чашечку кофе, а нет, я хочу всегда ходить с тобой на чашечку кофе, я хочу всегда с тобой разговаривать, я хочу всегда быть с тобой рядом, есть уже вот это ощущение любви, ощущение владения, ощущение быть рядом. Вот что такое любовь, это самое первое. То есть заинтересованность – это вещь, которая приходит сама по себе, но любовь, которая приходит после заинтересованности – это история, которой нужно научиться. Любить нужно научиться. Младенец, когда он еще совсем маленький, что он любит? Вы не поверите, но он любит только себя. Потому что он хочет есть, он кричит, он хочет спать, он кричит, он любит себя, ему неинтересно, что приходит вокруг него. Ему неинтересно, хочет ли в этот момент спать его мама, ему интересно, чтобы он сейчас поел. В тот момент, когда он вырастает, он познает мир, он осознает, что вокруг него происходит, ему начинают нравиться какие-то предметы, и он начинает их любить. Он научился их любить, он научился с ними взаимодействовать, и теперь они тоже имеют место в его жизни. И он хочет, чтобы, окей, он их любит, он до сих пор эгоист, да, дети эгоисты, он теперь хочет, чтобы этот кубик был рядом с ним, чтобы эта игрушка была рядом с ним. Если он видит в магазине новую игрушку, он тоже хочет, чтобы она была рядом с ним. Но его вот это окружение, оно увеличивается. Он учится любить другие предметы. В конце концов, когда мы совсем вырастаем, мы начинаем уже уметь любить своих родителей, своих друзей, что вокруг нас. Ну, как бы, мы хотим быть с ними рядом, но мы тоже и принимаем их, вот, их рамки. Мы понимаем, что они тоже личности, они должны как-то существовать. Но мы их любим, и мы хотим что-то от них получать. Может быть, даже мы хотим что-то давать, мы их любим, мы научились их любить. То есть, когда мы научились любить других людей или другие предметы, мы научились чувствовать их, сочувствовать им, да, то есть, с ними взаимодействовать, как я уже сказал до этого. И иногда у некоторых людей это происходит врожденное, то есть, они любят всего и вся, и они чувствуют, бывает, знаете, люди, которые прям тоненько-тоненько ощущают других, да, и вот они уже, все, я полюбил этого человека, полюбил этого, такие многолюбы. Странная тоже история сама по себе, но имеет место быть. Но есть люди, которым действительно нужно учиться любить, и таких людей больше, особенно, когда ты живешь вместе, там, далее, с родителями, со своими близкими, с мужем и женой, неважно. Вы учитесь любить, любить правильно, не только потреблять, но еще что-то давать. То есть, любовь – это очень такая своеобразная штуковина, которая состоит из многих, очень многих деталей. Есть очень интересная баечка, такая еврейская баечка, когда один рыбак, значит, пошел на рыбалку, собственно, да, и поймал там огромную щуку, очень обрадовался, подумал, о, есть пан, который меня, значит, всегда мучает, я сейчас пойду, отнесу ему эту щуку, он любит щук. Рыба была непростая, это же еврейская байка, значит, она понимала русскую речь, или польскую, вот, и, в принципе, как бы умела разговаривать. Она не поговорила с человеком в тот момент, она сама про себя такая, о, что она услышала? Пан любит щук. Подумала, ой, у меня еще есть надежда, меня, наверное, не будут убивать. Значит, все, берутся рыбы, приносятся к этому пану домой, встречает слуга этого пана еврея, говорит, что ты принес? Он говорит, я принес щуку для пана. Слуга говорит, ой, как хорошо, говорит, пан любит щук, как пан любит щук, как хорошо. Щука такая, ну, все, точно, я буду живой, все замечательно, пан любит щук, все будет хорошо. В тот момент, когда щуку положили на стол, забежал пан, сказал, так, отлично, значит, так ее порежьте здесь, отрежьте ей голову, хвост. Щука встала и говорит, вы не любите щук, вы любите сами себя. Эта история показывает то, насколько мы с вами ошибочно иногда смотрим на любовь. То есть щук это думал, что он любит, пан любит щук, что он любит рыб, что он сейчас ее оставит в живых, он любит, как бы, да, фраза одна и та же. Пан любит щук. Но люди понимали, что он любит их есть. Поэтому я люблю ковер, я люблю своего мужа, жену, как бы, что, я люблю есть, я люблю, или я люблю с ними быть рядом. Любовь неоднозначное понятие. Итак, давайте попробуем теперь разделить все-таки понятие любви. Мы поняли только одно, что любить ковер или любить супруга, это две разные любви. Это то, что получилось нашей рыбой. У нее было чисто лингвистическое недопонимание. Она думала, что любит рыб, а мы понимали, что любит рыб. Фраза одна и та же, но смысл абсолютно разный. Сама, если любовь, если ее в принципе разделить, есть три составляющие в любви. Это субъект, то есть любящий человек. Это эмоция, то есть сама любовь. И объект, возлюбленный. Если смотреть из самого далека, есть любовь, которую мы с вами всегда, наверное, видели, читали, смотрели кино, или читали в каких-либо романах. Это такая возвышенная любовь. Возвышенная любовь – это когда есть один человек, он любит другого человека, и ему не важно, отвечает ли он ему взаимности или нет. Он пишет о нем стихи, он снимает о нем фильмы, он возносит о нем поэмы. Не важно. Чем эта любовь заканчивается, мы все знаем. И это такая возвышенная любовь. От такой любви, как я уже с вами сказал, мы чаще всего с вами видели, видим только либо на бумаге, либо видим в фильмах. В жизни чаще всего такая любовь нас не устраивает. Мы хотим, чтобы все-таки была ответная любовь. Есть еще другая безответная любовь, которая, в принципе, мы не требуем от нашего объекта каких-то вообще эмоций. Это когда мы любим горы. Любите горы, любите природу, любите пейзаж. Вы пишете картину, вы проявляете свои эмоции, но писали картину, вы смотрите на эту картину, вы же не ждете, что картина будет вам говорить «Ах, спасибо, что ты меня написал». Нет. У вас нормальная односторонняя любовь, и вам это нормально. Вам с этим хорошо, вы от этого абсолютно удовлетворены, и вам не нужно ничего больше. Но опять же, это редкость. Это понятно, но мы все-таки хотим, когда мы общаемся с человеком, чтобы любовь была взаимной. Потому что высокая любовь – это красиво. Но мы тоже хотим что-то получать взамен. Если я кого-то люблю, я хочу, чтобы меня тоже любили. То есть у людей работает это так. Когда пан любит рыбу, ему все равно, что испытывает рыба, правильно? Он вообще, в принципе, на нее все равно. Она будет мертвой, он ее съест. Ему нравится вкус рыбы. Когда мы говорим, что он любит рыбу, ему нравится ее есть. Когда мы любим другого человека, мы должны задать себе вопрос. Я люблю его, потому что я люблю, что есть в нем, или я люблю его за то, что он любит меня, за то, что мне от этого хорошо. То есть я или что-то в нем. Есть какое-то вот, понимаете, в чем разница? То есть есть не только я, есть еще мы, грубо говоря. Как всегда любят всегда говорить женщины, что после брака нету я, нету ты, есть мы. Вот это мы, это может быть иногда смешно звучать, но это правильно. Мы должны понять, есть ли в этом нашем союзе, в нашей любви вот это мы. Если оно есть, это уже хорошо. Теперь надо копаться дальше. Эта проблема отчетливо видна тогда, когда мы с вами говорим о чувственной любви. То есть вернемся в семью. Родители, которые говорят, что они любят своих детей. Я люблю своего ребенка. Попробуем разложить это по частям. Что значит я люблю своего ребенка? Понятно, что ты любишь своего ребенка. Твой ребенок это частичка тебе. Особенно, когда дети болеют, это вообще страшное дело. И ты чувствуешь действительно, насколько он часть тебе. Но есть родители, которые, знаете, встречаешь папу и маму с сыном или с дочерью после концерта. На этом концерте дочь выступала, играла на флейте. Потрясающе сыграла на флейте. И вот вы встречаете ее мать, вы знакомы с ее мамой. И говорите, знаете, как ваша дочка сегодня потрясающе выступила. Она такая молодец. Дочка стоит такая с флейтой, такая, знаете, вся прибитая немножечко. А может быть, наоборот, счастливая. Неважно. И мама говорит, да, конечно, я так ее люблю. Я столько в нее вкладываюсь. Она такая молодец. Стоп. Ты любишь ее, потому что она сейчас такая молодец после того, как ты столько работала, водила ее в музыкальную школу, и теперь она классно выступает. Либо ты любишь ее, и тебе не важно, как она выступит. И она просто потому, что она твое. То есть у родителей тоже такое может быть. Не только у супругов, или вообще, в принципе, в обществе. Может быть такое, что ты любишь в этом человеке, понятно, что есть любовь нормальная, абсолютная любовь к своему ребенку, но ты любишь в этом ребенке то, что ты в него вложила, и это классно, тебе от этого хорошо. И вот это ты любишь, то, что ты вложил и получил обратно. Это не плохая любовь. Я не говорю, что это ужасно или неправильно. Это нормальная. Так это работает. Но есть еще другая. Может быть, все-таки было бы выше любовь, если бы тебе все равно было бы на ребенка. Хотя не факт, что это любовь, если тебе все равно на ребенка. Но в его случае, если он просто выступил, и он выступил хорошо или плохо, и тебе уже от этого хорошо, и тебе прикольно, ты от этого классно. Это тоже любовь. То есть вот здесь, когда вступает чувственная любовь и с родственниками, это настолько интересная грань, что это можно обсуждать вечно. Так это во многом. Если мы начнем все это исследовать и копаться в этом, это может нас немножко даже огорчить, потому что здесь нам придется столкнуться с понятием эгоизма. Люблю ли я, что моя дочь играет так хорошо на флейте? Люблю ли действительно я Бога? То есть когда человек говорит, что я люблю Бога? Сама по себе фраза очень интересная. Здесь можно много-много дискутировать, что любишь того, что ты никогда не видел и, может быть, даже не чувствовал. Но есть люди, которые после каких-то чудес начинают любить Бога, но если с тобой ничего такого не происходило, ты любишь Бога. Ты любишь Бога как? За что ты любишь Бога? Если я люблю человека, я понимаю, в чем моя любовь к нему, потому что он отвечает мне взаимностью, либо он такой хороший, у него какие-то таланты, мне это нравится, и он со мной в принципе, но ты любишь Бога за то, что, наверное, тебе хочется, чтобы он тоже отвечал тебе взаимностью. Если он будет тебе отвечать взаимностью, то ты будешь его любить. Это не что-то вау тяжелое, любить Бога, если он к тебе хорошо относится, если у тебя все нормально, у тебя счастливая жизнь, ты говоришь, слава Богу, нет проблемы сказать эту фразу. Когда тебе плохо, да, и у тебя все рушится, не дай Бог, и ты говоришь, я люблю Бога все равно, вот это, наверное, немножко другая любовь, может быть, она более правдивая. Подумайте об этом. Но есть что-то здесь в этом. Тяжело привести нормальную эмоцию без эгоизма к предмету, который ты не видишь. А тем более, если ты видишь, тоже тяжело. Тяжело понять, насколько действительно, почему я люблю этого человека. Когда я говорю фразу «я тебя люблю», какое слово, какое местоимение мы используем в первую очередь? Я. Это правильно, это нормально. Всегда есть носитель любви. Я люблю тебя. Нет такого, да, что вы приходите к человеку, которого вы только что полюбили, и говорите, знаешь, ты меня любишь. Может быть, здесь даже больше эгоизма, чем когда я тебя люблю. Я тебя люблю, я носитель любви, я люблю именно тебя, я люблю именно вот это в тебе. Не важно, за что я люблю тебя, но я люблю тебя. В иудаизме есть два вида любви. Есть любовь, горящая, как огонь, и есть любовь, спокойная, как вода. Как вы думаете, с чем это сравнивается? Нет, не страстью и бесстрастию. Нет. Любовь, которая как огонь, как вы себе представляете человека, который любит другого, как огонь любит пожирать, пожирающее пламя, знаете, так говорят. Он что-то такое, у него очень, как-то сказать, он такой резкий, шустрый, быстрый, он готов ради любимого человека, там, спрыгнуть со скалы, спрыгнуть с парашютом, достать везду с неба, да. Счастлив ли такой человек? Нет. Хотя, казалось бы, он весь в эмоциях. Он несчастлив потому, что он постоянно куда-то бежит, постоянно что-то хочет сделать. Он никогда не удовлетворен тем, что у него есть. Ему всегда кажется, что его любимый человек, может быть, недооценивает его, и поэтому нужно сделать еще. Или ему кажется, что он сам сделал мало для своего любимого человека, поэтому нужно сделать еще. Ему постоянно тяжело. Теперь вы, наверное, подумали, что человек, который спокойный, как вода, вот это самовыдовлетворение. Тоже нет. Да, это легче. То есть он понимает, что он хороший, он любящий, он любим. И как бы все замечательно. Зачем там прыгать, бегать и снимать звезду с неба. Но кто сказал, что через 5-10 лет твое вот это спокойствие будет такое же ценное, как и сегодня? Скорее всего, нет. Мы всегда хотим, чтобы нам что-то давали, чтобы нам помогали, чтобы ради нас какие-то поступки совершали. То есть в идеале ты должен быть спокоен, спокоен как огонь. Ты должен гореть, но ты должен понимать, что не нужно сгорать настолько, чтобы сжигать самого себя. И не нужно быть спокойным, как вода, потому что нужно что-то делать. Любовь не может стоять на месте. Главное не путать страсть и любовь. Потому что сегодня все больше и больше да, это происходит. В Торе есть такой момент, когда Амнон, это сын царя Давида, он думал, что он безумно любит свою сводную сестру Тамар. И он обманом практически заманил ее себе в опочивальню. И против ее воли он ее изнасиловал. Он думал, что он ее любит. Но после того, как он ее изнасиловал, он возненавидел ее. Он выгнал ее. Не самый приятный момент в истории, но имеет место быть. Он вынул ее, он возненавидел ее так сильно, что он даже так сильно ее не любил, как он думал. И он ее не любил в принципе. Это была подмена понятий, абсолютная подмена понятий. Сегодня, когда мы видим предмет, который нам кажется, что мы его любим, может быть, мы просто хотим быть вместе, может быть, просто наносить какое-то сексуальное влечение. И после того, как мы получим то, что мы хотим, мы можем подумать, что вот и все. Это может быть очень плохой пример, да. Мы сейчас упадем с каких-то высших ноток на низшие. Но, знаете, бывает сейчас очень модно иметь какие-то гаджеты, наушники такие и такие, как мы с вами это уже обсуждали. Даже когда ты в одно из своих занятий, я проводил этот пример, но есть какой-то гаджет, который ты даже сам не знаешь, нужен тебе до конца или нет. Но потому что он есть у всех, и тебе хочется, чтобы он был у тебя тоже. И когда ты его приобретаешь, у меня был такой момент, я кое-что купил, и это, слава богу, оказалось бракованным. И когда я пришел обратно сдавать магазин, меня приняли. Но, знаете, что когда вот в эти там сколько, полчаса, час, пока я пришел домой, понял, что он бракован и не работает, я им владел, все. Как бы у меня это есть, и мне больше этого не надо. Я вернул это в магазин, и я вообще не расстроился, что у меня этого нет. Мне вернули деньги, все замечательно. Вообще, у меня была подмена понятий. Очень высоко мы сейчас были и низко спустились, я понимаю, но здесь то же самое. Ты желаешь, думаешь, что ты любишь этого человека, потому что он такой классный, он такой талантливый, все, но когда он рядом с тобой, типа, как бы все. Потому что это была страсть. Как отличить любовь от страсти? Чтобы это понять, нужно вернуться к самому простому виду любви. Любовь к самому себе. На этом примере мы с вами можем понять, что такое любовь и что такое страсть. Любой человек, любой человек, даже если вы встречали в жизни человека, который говорил, что он себя не любит, он не эгоист, он врет. Любой человек в той или иной мере любит себя. Это нормально, так мы созданы. Теперь, что мы любим в себе? Почему мы себя любим? Потому что, во-первых, мы есть. Окей, может быть, нам не совсем нравится наш нос, иногда наши губы, наши руки, но по большому счету мы не такие уж и плохие. Мы нравимся сами по себе, потому что мы такие. Мы с вами знаем все наши достоинства, ваши недостатки, и мы с ними готовы жить. Второе чувство даже, которое позволяет мне себя любить, это снисходительность. Если покопаться в себе, я знаю свои недостатки. Я знаю, что я умею, я знаю, что я не умею, но я позволяю себя любить. Я снисходительный сам к себе. Если вы испытываете кому-то страсть, эта страсть рано или поздно проходит. Когда Амнон взял Тамар силой, он получил то, что он хотел, он увидел все отрицательные черты, которые в ней есть, он не захотел с ней быть, у него не было с ней нисходительности. У него была слепая любовь, так он думал, вначале, но у него не было второй черты, у него не было снисходительности. Когда вы любите человека, вы видите все, что в нем есть в общем. Вы видите и хорошее, и плохое, и отрицательное, и положительное качество. Вам нравится то, вам не нравится это, но вы готовы с этим мириться, вы снисходительны к этому. Хотя сначала у вас была абсолютно слепая любовь. Если я люблю своего ребенка, я знаю все его недостатки. Самый потрясающий пример. Девочка, которая играла на флейте, мама ее любит, она любит ее слепой любовью. То, что я с вами обсуждал с самого начала. Она любит, потому что она ее ребенок. Дальше она любит ее, потому что я утаил маленький момент. Никогда эта девочка идеально не сыграет на флейте так, чтобы мама сказала, что это было идеально. Потому что это мама. Но она снисходительна к ее ошибкам. Вы эти ошибки не замечаете, но мама замечает, и она ей говорит, ну хорошо, в следующий раз можно получше, но хорошо. Она ее обожает вкупе, любит ее вкупе, потому что она ее ребенок. Она готова с этим мириться. Также работает с супругом. Вы живете с ним, вы не уходите от него. Помните, мы с вами говорили про семью? Потому что у вас есть, во-первых, исторические какие-то вещи, вы к нему привыкли. Во-вторых, у вас общая кровь. И в-третьих, дружба и семья – это неразрывные вещи. Вы к нему снисходительны. Вы готовы мириться со всеми его недостатками. И вам это даже, может быть, даже это мешает, но вы готовы с этим жить. Вы в этот момент даже снисходительны сами к себе. Любовь – это великое чувство. Можно любить ковер, можно любить машину, можно любить летать, можно любить другого человека, но это все разные виды любви. Но нас интересует все-таки любовь между людьми. Я хочу вам пожелать и себе пожелать, нужно научиться любить. Да, некоторые могут это делать сразу, но в большинстве своем нам нужно этому обучаться. Это великое искусство любви. Любить без остатка, любить слепо, но и быть снисходительными, потому что мы должны видеть, кого мы любим, за что мы любим и почему мы его любим и остаемся с ним. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова